не будет подводить. Значит, что я хотел сказать. Я пока еще не направил вам вопрос к экзамену, но сделаю это, наверное, в конце недели. Мне нужно будет еще посмотреть, может быть, что-то добавить и убрать. В общем, там небольшая будет редакция. Это не проблема, это я вам скину. И по срокам, как я говорил, по сессии у меня пока информации нет. Поэтому я как только буду иметь в виду даты экзаменов зачетов, я вам обязательно тоже сообщу. Не волнуйтесь. Значит, еще по административной части у нас еще прошлая лекция не загружена, но я ее загружу, это отдельно сделаю. Вот, значит, в принципе, все. Все остальное у нас с вами в штатном режиме. Если какие-то вопросы есть, то задавайте. Если вопросов нет, можете в чат задавать, можете подключиться. Значит, мы с вами продолжаем рассматривать тему надзора в сфере ПДФТ. Сейчас запущу презентацию и запись. Recording in progress. Так, сейчас один момент. Презентация будет запущена. И пока она запускается, собственно... Да, слышно. Да, ну... Да, видно. Все, хорошо, спасибо. Ну, давайте тогда попробуем. Значит, мы остановились с вами на планировании и основании проведения проверок по вопросам ПДФТ. Соответственно, рассмотрели с вами, что в себя включает приказ на проведение проверки. Дальше. Характеристика надзора в сфере ПДФТ. Как можно характеризовать данную деятельность? Значит, надзор в сфере ПДФТ можно характеризовать следующим образом. Что это неотъемлемая часть системы противодействия отмывания доходов. И, по сути, рассмотринг, он, помимо того, что осуществляет эту деятельность, и также он ее и координирует. То есть, осуществляет и координирует эту деятельность. Значит, что еще необходимо здесь отметить, говоря о надзоре? То, что... Когда мы сказали про то, что надзор является неотъемлемой частью системы ПДФТ, то это говорит о том, что не... Как бы в отличие от некоторых примеров, эти функции не разделены. То есть, у нас надзорная функция, она... Если вы помните строение нашей национальной системы, то у нас там выделяют два блока. Мы с вами выделяли два блока. Первый блок – финансовый мониторинг. Второй блок – правоохранительный блок. Там, соответственно, субъекты правоохранительной деятельности. И вот наше отличие, я имею в виду отличие России в том числе, заключается в том, что мы надзорную деятельность, и вот эти все надзорные органы, они у нас в блок финансовый мониторинг включены. То есть, в некоторых странах просто надзор осуществляет структура, то есть, например, у нее функционал, да, у структуры, которая может не входить в блок вообще финансового мониторинга и быть, ну, некой внешней такой структурой. Вот. То есть, у нее этот функционал предусмотрен, да, в рамках деятельности, но при этом, как бы именно с точки зрения надзора. Вот. Но при этом, собственно, в рамках вот этого блока финансового мониторинга он не включен. А у нас же в стране получается так, что надзор является частью нашей системы противодействия отмывания доходов. То есть, либо особенность, да, может быть в том, что эта деятельность вынесена в отдельный вид деятельности и в эту систему не включена, то есть, не включена в функционал тех... Опять, ребята, прошу прощения. Значит, сейчас пока не видна, да, презентация? Нет, не видно. Да, пока не видно. Пожалуйста, так должно быть видно. Значит, функции ростинтуринга в процессе надзорной деятельности представлены на данном слайде. Значит, это противодействие легализации доходов, которые получены преступным путем. Это выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование. В сфере ПДФТ, как вы и помните, ростинтуринг у нас является уполномоченным органом, федеральным органом, соответствующим законам 115 ФЗ, и, собственно, осуществляет выработку, в том числе, вот этой государственной политики. Так, есть, Вук? Слышно меня? Сейчас, да. Значит, далее, помимо выработки государственной политики, ростинтуринг координирует соответствующие деятельности других федеральных органов исполнительной власти, которые у нас также в надзорной деятельности участвуют. Это Центральный банк, напоминаю, да, это у нас Федеральная налоговая служба, это Роскомнадзор и пробежная палата, да, те, кто также у нас участники надзорной деятельности. И в дополнение к данному функционалу также обязательно необходимо отметить, что Роскомнадзоринг выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности и рисков, возникающих в результате отмывания дохода, финансирования терроризма и, собственно, выработки мер противодействия. Почему мы говорим про национальный центр по оценке угроз национальной безопасности? Потому что вы помните, я вам показывал на прошлом занятии тоже схему показывал, да, про надзорную деятельность. Вот этот вот слайд, да. Конечная цель вообще надзора в сфере ПДФТ, зачем он осуществляется? Для того, чтобы там большое количество проверок бизнесу организовать или еще чего-то, да. Основная цель – это снижение уровня вреда, вот внизу, да, экономики и безопасности государства. Вот это главное, для чего, собственно, осуществляется надзор в сфере ПДФТ. То есть, чтобы в итоге ту стратегию национальной безопасности, которая определила риски в сфере ПДФТ, как одни из важных рисков для нашей страны, соблюдать, да, и те положения этой стратегии, которые есть, вот в этих целях осуществляется надзор в сфере ПДФТ. Далее, ну, по поводу координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, это понятно, да. Роскануторинг вырабатывает различные положения, связанные с надзором, с порядком осуществления надзора, вырабатывает требования к системе внутреннего контроля, вырабатывает сведения о подозрительных операциях, типологии, так называемые, да, которые могут быть полезны при выявлении подозрительных операций субъектами первичного финансового мониторинга, определяет вот такую вот перечень тех операций, которые могут быть признаны подозрительными, и включение которых обязательно в план и, собственно, в положение в системе внутреннего контроля, но мы об этом с вами будем отдельно разговаривать. Я знаю, что вам там должны были дать задания в рамках семинарских работ, но мы с вами еще просто до этой темы не дошли, мы будем отдельно с вами внутренний контроль обсуждать. Дальше, что касается выработки государственной политики, то Росвенитурник у нас участвует активно, да, в разработке государственных стратегий, политики в сфере ПДФТ, и концепции, да, которые принимаются, то есть у нас первая концепция как раз действовала до четвертого раунда взаимных оценок, который Российская Федерация прошла в 18-19 годах, да, ну, в 19-м уже оценка была, собственно, опубликована. И сейчас у нас реализуется новая концепция, но мы с вами это обсуждали, когда говорили о национальной системе, о ее развитии, мы с вами сказали, что сейчас у нас действует концепция, которая также президентом утверждена. Вот, и, собственно, Росвенитурник, естественно, осуществляет функционал по выработке государственной политики, и в том числе надзорной деятельности в рамках надзорной деятельности, что необходимо усилить и как-то изменить надзорную деятельность. Далее, дополнение к тем функциям, которые мы с вами перечислили, следующий вывод, да, чтобы вы понимали, вот то, что внизу в двух блоках указано, это запомните, пожалуйста, это очень важно. Надзорная деятельность – это не только проверки. Мы с вами говорили, да, что в рамках надзорной деятельности осуществляются превентивные мероприятия, да, то есть и предупреждение нарушений. То есть это популяризация знаний о ОДФТ, это социальная реклама, это проведение конференций, привлечение, собственно, научного интереса в эту сферу, это повышение квалификации персонала, это перевод разной литературы иностранной на русский язык, и в том числе доведение до субъектов первичного финансового мониторинга. Ну, например, очень полезные были рекомендации вольтбергской группы. Вы помните, я вам рассказывал, есть такая вольтбергская группа банковская, которая была основана 11 крупнейшими банками, которые выступали и выступают до сих пор за то, что банки должны соблюдать законодательство ОДФТ в полной мере, и, безусловно, есть закон о банковской тайне, но есть и социальная ответственность банков перед обществом в том, что если банки осуществляют операции по переводу денежных средств лиц, которые связаны с теоретической деятельностью, банки очень серьезно нарушают или хранят денежные средства таких лиц, банки очень серьезно нарушают законодательство ОДФТ, то есть они ни в коем случае не должны осуществлять такую деятельность. И была основана вольтбергская группа, и эта вольтбергская группа выпустила рекомендации для банков, какие операции могут быть признаны подозрительными, или какие признаки. Сейчас, на презентации скажите, пожалуйста. Я понимаю, что проблемы со связью, я уже сказал, презентацию вам тоже направлю, чтобы у вас информация-то была. Я хотел сказать, что надзорная деятельность, я говорил о том, что надзорная деятельность это не только проверки, но и вот такие превентивные метры, которые, собственно, позволяют сделать так, что спопуляризировать знания в сфере ОДФТ и в максимальной степени привлечь внимание общественности и субъектов первичного мониторинга к тем проблемам, которые возникают в этой сфере. И тем самым повысить уровень знаний, повысить квалификацию персонала и так далее. Еще один момент важный, что субъекты ОДФТ это помощники финансовой разведки, мониторинга, в противодействии отмыванию доходов финансирования терроризма. То есть так называемая авангард защиты. Если мы с вами представляем схему нашей национальной системы, и вы помните эту схему, которую мы с вами рисовали, и, соответственно, при попадании в эту систему у нас операции совершаются через субъекты первичного финансового мониторинга, а дальше уже за ними осуществляется надзор и так далее. И, по сути, субъекты первичного финансового мониторинга являются первым этапом при взаимодействии с юридическими лицами и физическими лицами. И, по сути, они являются авангардом защиты. То есть если у них в очень высокой степени выстроена хорошо система внутреннего контроля и деятельность, связанная с противодействием отмывания доходов, то, естественно, все это очень положительно повлияет на всю систему в целом, на эффективность ее работы в целом. Так, давайте дальше, пока связь нормальная. Продолжим. Значит, характеристики проверок в процессе надзорной деятельности. Выездная проверка не более 30 дней, камеральная не более 90, продление не более чем на 30. При проверке определяется принадлежность организации к субъектам под ФТ, соблюдение требований законодательства, увлеченность организации в схемы легализации преступных доходов, то есть такие финансовые расследования. Предмет государственного контроля в рамках надзорной деятельности это исполнение физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации ОПОД ФТ. Мы с вами говорили про 294-й закон, и как раз, что мы с вами помним, что надзорная деятельность, мы ее характеризуем как некий функционал государственного контроля. Значит, полномочия должностных лиц, те, кто осуществляют проверку, это проведение проверки, собственно, применение установленных законодательством мер в случае нарушений, выявления нарушений, запроса и получения документов и информации, которые связаны с реализацией требований законодательства Российской Федерации ОПОД ФТ, в том числе и письменное объяснение должностных лиц, иных лиц организации индивидуальных предпринимателей. Значит, ну и дальше сказано правоответственность должностных лиц. Также закон 294-й, он определяет, что должностные лица должны строго придерживаться регламентов, которые утверждены для их деятельности. Далее, последовательность действий при проведении проверок. Ну, здесь выездная проверка и камеральная проверка, да. Соответственно, камеральная проверка начинается с направления запроса, дальше действия или бездействия организации или ИП. То есть всегда, я всегда, когда ко мне обращаются с консультацией, вот мы получили запрос, там по 115-му ФСБ, предприниматели, когда они начинают очень сильно переживать по поводу своего запроса, я говорю, обязательно отвечайте. То есть ни в коем случае не бездействуйте и не каким-то образом, да, там, игнорируйте этот запрос. Потому что бездействие сразу составление акта о воспрепятствии. Если действий и бездействий нет, которые препятствуют проведению проверки, то следующий этап – процедура проведения проверки, получение документов и информации. Точно так же, если здесь есть действия, которые препятствуют проведению проверки, тоже сразу составление акта о воспрепятствии. Если таких действий нет, то документы анализируются и составляется акт по результатам проверки. Поэтому всегда лучше отвечать в полном объеме на те требования, которые поступают. Ну и в случае, даже если будет допущено нарушение, понятно, что мы с вами будем разбирать, ответственность предусмотрена законодательством, но все-таки если нарушены какие-то сроки, то это может быть административная ответственность и штраф. А если бездействие, то там уже ответственность может быть гораздо хуже, вплоть до отзыва лицензии и так далее. Это гораздо хуже наказания. Далее. Результаты проверок в процессе надзорной деятельности. По результатам формируется акт. Вот здесь вот справа приведен макет акта. Соответственно, указываются нарушения. Если нарушений нет, соответственно, делается запись нарушений нет. Акт составляет в двух экземплярах. И, как обычно, это бывает в конце проверки. Датируется последним днем. И дается на подпись руководителю организации, которая проверяется. Если он, этот руководитель, уклоняется от подписания и ознакомления с актом, делается соответствующая запись на акте, что руководитель уклонился или отказался подписать акт или отказался ознакомиться от ведомственной комиссии. Следующий такой неотъемлемый. Неотъемлемая часть надзора. Неотъемлемая часть надзора – это механизм обратной связи. Существует у нас две таких структуры. Это консультативный совет и совет комплайнс. Они, собственно, функционируют при межведомственной комиссии по ПДФТ, которую возглавляет Юрий Анатольевич Чеханчин как директор санитуринга. Чем эти структуры знамениты и почему мы делаем на них акцент, почему мы их рассматриваем? Эти структуры позволяют в рамках обсуждения на базе своих заседаний и так далее задавать субъектам по ПДФТ интересующие их вопросы и получать, соответственно, ответы и разъяснения. То есть, когда у организации есть вопросы или, например, у СРО саморегулируемых организаций есть вопросы по тому, как им выстраивать проверку организации и так далее, проверять какие сведения, можно на базе консультативного совета и совета комплайнс задать такие вопросы Росвенитурингу и руководителям этой межведомственной комиссии. Тем самым финансовые институты не будут наказаны, если они такой вопрос зададут. Потому что если выяснится уже в процессе проверки какое-то несоответствие, тогда будет гораздо хуже. А здесь это такой механизм, который позволяет получить разъяснение и консультацию по тому, каким образом применять те или иные требования законодательства. Значит, ну здесь представлена стратегическая цель, собственно, советы. Это экспертиза, проработка новаций для антиотмывочной системы, да, то есть каких-то предложений новых. Это для финансовых институтов обмен передовым опытом и лучшими практиками, возможность донести до госорганов свои предложения по развитию системы, получению новых знаний о передовой практике и опыте организации осуществления внутреннего контроля и получения актуальной информации об инициативах группы ФАФ и других международных организаций. Далее. Очень важный момент в отношении статистической информации о результатах контрольной деятельности. У меня здесь приведена информация за 18-й, 19-й и половину 20-го года. Вот. К сожалению, я еще не успел актуализировать полностью, за 21-й год не представил информацию, но ничего, нам этого хватит. За 20-й, точнее. Значит, что вы там не слышали, повторите, пожалуйста. 18-й, да. Значит, да. Ну, здесь, собственно, стратегическая цель и основные направления Совета Комплайнс и Консультативного Совета. Да, вот зачем вот этот механизм обратной связи, он нужен. То есть он нужен для того, чтобы в конечном итоге повысить качество сообщений о подозрительных операциях, которые предоставляются в РОС-мониторинге, и которые формируются на основе, в том числе, риск-ориентированного подхода с субъектами первичного финансового мониторинга. Вот. Ну и здесь, собственно, основные направления. Это анализ практики использования системы, сообщения о подозрительных операциях. Это подготовка экспертных предложений по совершенствованию системы, участие в экспериментах, пилотных проектах и участие в секторальной и национальной оценке риска. Вот. То есть главное, для чего делается вот этот вот, создан вот этот механизм обратной связи, да, не только, чтобы субъекте по ДФТ могли вопросы задать, да, зачем это нужно РОС-мониторингу. То есть не РОС-мониторинг ставит своей целью, чтобы вся система была эффективнее, да, чтобы ту информацию, которую РОС-мониторинг получает, она давала бы больший положительный эффект, понимаете? И, соответственно, для этого РОС-мониторинг сам нацелен на то, чтобы объяснить, что он хочет увидеть от субъектов первичного финансового мониторинга. А в свою очередь субъекты первичного финансового мониторинга, они уже, исходя из того, что они, с чем они сталкиваются, с какими проблемами, могут задать вопросы и сказать. А вот, как бы, вы говорите... Так, ребят, сейчас вот этот слайд виден по статистике. Статистическая информация о результатах контрольной деятельности, да? Значит, что здесь необходимо, на что обратить внимание? Я быстро вам расскажу, пока все нормально, со связью. Видите общее количество проверок, которые были проведены в 2018 году? 440. Видно количество, да? Значение. Знаете, сколько субъектов по ДФТ всего? Ну, учитывая банки, страховые компании, лизинговые, аудиторы, компании, осуществляющие консалтинговые услуги на всю страну. Там ломбарды. Ну, у нас порядка... Сколько? Десятки тысяч. Ну, сотни. 200 тысяч почти у нас субъектов. Был проведен расчет почти 200 тысяч. Вот если вы 440 разделите на 200 тысяч, то у нас, получается, надзор и проверки Росвенторинга, они осуществлялись... Именно проверки Росвенторинга, они осуществлялись лишь за 25, меньше, чем даже 25-10 тысячных процентов. Да? То есть, это о чем говорит? О том, что надзорная деятельность, она очень высокоэффективна, то есть Росвенторинг не выходит на проверку, если того не требует ситуация. И проверяются компании только, ну, если они уже реально, как бы, однозначно можно сделать вывод о том, что проверка покажет, что есть нарушение требований законодательства. Это за 2018 год статистика, за 2019 год статистика видна, да? Виден слайд? А? Еще выше этот процент, то есть при этом количество проверок стало еще меньше, да? А за 2020 год, ну, там, конечно, пандемия наложила свой отпечаток, но за полгода, видите, сколько проверок, да? Всего 55. То есть, если за первое полугодие, да, если даже за год мы транспонируем, но это все равно будет там, ну, чуть больше сотни там, да? Но это даже не 370, там, не 400. То есть, этот процент все снижается и снижается, а эффективность повышается и повышается. Это, собственно, говорит о том, что проверки и надзор очень высокоэффективная деятельность в Российской Федерации со стороны Росэнторинга и других надзорных органов. И как раз вот то, что мы в рамках надзора и превентивные мероприятия осуществляем, да, предупреждающие, они как раз накладывают свой положительный отпечаток на повышение вот этой эффективности. И тем самым нет давления на бизнес, да? То есть, просто так проверку Росэнторинг не проводит. Вот. Ну, на этом все. Вкратце то, что я вам хотел рассказать. Конечно, мне очень не нравится такая связь. Я очень расстроен. Я вам презентацию направлю. Вот. И что еще хочу сказать? Если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Я с удовольствием постараюсь ответить на них. Рекординг стопт. Так, давайте попробуем, чтобы я вам в чат направил сюда презентацию, если позволит сеть это сделать. Вопросы есть какие-то? Мне запрос. Так, посмотрите. Файлы есть в чате. Виден вам? Да. Ну, тут, соответственно, обе лекции, которые у нас, которая была в прошлый раз и сегодня, да, продолжение. Те слайды, которые я вам показывал. Все тогда. Спасибо за внимание. Прошу прощения, что такая связь плохая. Но, к сожалению, мы заложники такой ситуации. Так. Всем здоровья. И с меня тогда вам вопросы. Хорошо? Хорошо, спасибо.